Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». В студии для вас работает Евгений Поболовец. Какой должна быть наша система образования? Как в Гомельской области поддерживается талантливая молодежь? Насколько привлекателен наш регион для потенциальных инвесторов? Какие инновационные технологии реализуются у нас? На эти и другие вопросы сегодня отвечает депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Александровна Наумчик. Алла Александровна Наумчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 5-го созыва. Наумчик Алла Александровна родилась в поселке Веселый Реческого района Гомельской области. После окончания школы поступила в Гомельский кооперативный институт на специальность экономика торговли, которая закончила с отличием в 1981 году. После окончания института работала экономистом Гомельского райпо. В мае 1982 года была приглашена на работу в Гомельский кооперативный институт, где проработала на различных должностях более 30 лет. Старшим экономистом, младшим научным сотрудником научно-исследовательского сектора, ассистентом, заведующей кафедрой, проректором и ректором. Стояла у истоков формирования кафедры экономики АПК в качестве заведующего кафедры. Возглавляла научную деятельность университета в качестве проректора по науке. Шесть лет была первым проректором. С июня 2002 года по октябрь 2012 года являлась ректором Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. Алла Александровна возглавляла Гомельскую областную организацию Республиканского общественного объединения «Беларусь» и общественное объединение «Клуб дуловых женщин Гомеля». Являлась членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь четвертого созыва с 2008 по 2012 год. В настоящее время работает депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва. На вопросы, которые касаются направлений работы Аллы Наумчик, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Алла Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы долгое время работали в системе образования, и вот первый вопрос я хочу вам задать такой. Что говорит ваш опыт? Наша система образования, насколько она современна, насколько она отвечает вызовам нового времени, и действительно ли у нас выпускаются специалисты высокого уровня подготовки? Наша система образования постоянно модернизируется, если мы говорим о системе образования в целом. Это система дошкольного, школьного образования, профессионально-технического, среднего, специального и высшего образования. За последнее время неоднократно обновлялся перечень специальностей и специализаций в системе высшего образования и других форм профессиональной подготовки, специалистов для нашей реальной экономики и социальной сферы общества. И не только обновлялся перечень специальностей и специализаций, внедрялись новые образовательные технологии, изменялись образовательные стандарты, наполняясь новым содержанием в соответствии с требованиями времени. Поэтому вполне ответственно могу сказать, что специалисты наши не уступают по своему уровню подготовки любым специалистам, ну вот любого международного уровня. Почему? Потому что у меня была возможность такая изучить опыт подготовки, и мы очень тесно сотрудничали в свое время с коллегами из России, Украины, Молдовы, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, других республик стран СНГ. До сих пор существует совет ректоров кооперативных вузов, который собирается регулярно, ежегодно, и где происходит обмен не только мнениями, но и новейшими технологиями и достижениями. Кроме того, у меня была возможность изучить опыт подготовки специалистов Швеции, Соединенных Штатов Америки, Великобритании. И я еще раз повторяю, что наши специалисты, наша молодежь очень достойно выглядят на мировом рынке труда. Но вы вот эти слова можете подтвердить какими-то конкретными примерами, фактами? Очень много выпускников занимают достойные должности в Республике Беларусь, возглавляя крупные предприятия, создавая свой бизнес и успешно ведя этот бизнес. Внедряя различные социальные проекты, мы ими реально гордимся. И кроме того, даже те, кто уезжает за рубеж, они находят свое приложение. Я уверена, что и среди ваших знакомых, и среди знакомых наших уважаемых телезрителей есть такие, кто устраивает свою жизнь с учетом своих приоритетов и особенностей на любом рынке труда в разных странах. Спасибо за ответ. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот жительница города Гомеля, Смирнова Татьяна. Мне 42 года, у меня высшего образования нет. А есть ли у меня шанс поступить в ВУЗ, получить высшее образование в дальнейшем? Спасибо. Да, Светлана, у вас такая возможность есть, и вы можете получить образование там, где вам хочется, с учетом ваших уже сформировавшихся взглядов, интересов. Вот давайте уточним. То есть у нас нет возрастных ограничений для поступающих? Для поступающих возрастных ограничений у нас нет. И не только для первого, второго высшего образования. Поэтому вполне можно поступать. Хорошо. Насколько наши специалисты востребованы в белорусской экономике? Как часто, или скажем так по-другому, каков процент выпускников трудоустраиваются вот сразу при выпуске, сразу находят работу? Значит, у нас существует система подготовки посредством государственного заказа, которую получают учреждения образования, мы говорим о высшем образовании, учреждения образования государственной формы собственности. Кроме того, учреждения образования не государственной формы, какой является Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, тесно взаимодействует с системой потребительской кооперации, и она тоже выделяет свой заказ на специалистов. Так вот, эта категория специалистов получают первое рабочее место, и учебное заведение, и заказчик кадров обязаны трудоустроить таких специалистов. Те, кто обучается за счет собственных средств, они сейчас имеют возможность самостоятельно трудоустройство, но если есть на рынке свободные рабочие места, им предлагают. К сожалению, я понимаю ваш вопрос, и вот в 2016 году напряженность на рынке труда возрастает, и я думаю, что были определенные сложности с первым рабочим местом у тех, кто обучался за собственные средства. Но все равно, тем не менее, с определенной степенью вероятности они находят свою работу и применение своим способностям. Давайте вот тогда вопрос немножко в другой плоскости. Вы сказали, что открывается много специализаций новых в разных направлениях. Меня интересует такой вопрос. Как часто новая специализация оказывается востребованной на рынке труда? Да. Потому что я знаю некоторые случаи, когда специальность открывается, люди работают, выпускаются, а потом выясняется, что на рынке такие специалисты не нужны. И идет где-то какой-то перекос. То есть, допустим, инженеров по какому-то там отдельному производству, их слишком много, чем может взять рынок. И наоборот, там какая-то ниша рынка, она свободна, и почему-то у нас не готовятся такие специалисты. Ну, вы вот прекрасно понимаете, что подготовка специалиста требует 5 лет, как минимум, ну, 4-5 лет. И для того, чтобы открыть специальность, надо тоже определенный период времени. То есть, Министерство образования нужно подготовить пакет документов и иметь уже определенный пакет заказов под этих специалистов. То есть, университет, реально отслеживая тенденции на международных рынках труда, видит, что будет требована специальность логистика. Мы это видели в свое время раньше, чем возникла такая потребность на рынке. Потому что Россия очень активно занималась этой проблемой, и проводились научные исследования, и уже начиналась подготовка специалистов. И сама логистика развивалась, как отрасль национальной экономики. И она уже играла определенную роль в формировании валового дохода, внутреннего продукта страны. И для того, чтобы подготовить и открыть, внести эту специальность в перечень, то есть узаконить ее, чтобы она имела право на существование на рынке труда, необходимо было убедить заказчиков реальных. А их как бы и не было. То есть, логистика у нас была в виде оптовых предприятий, не более того. И нам говорили, какая разница, вы готовите товароведа, и зачем нам готовить логистика? Но это как бы немножко другой ракурс и другое направление специалисты, поэтому потребовалось время какое-то, чтобы убедить наших заказчиков. И когда уже был подготовлен пакет документов, эта специальность стала жить активно, и распределение, и спрос на нее у абитуриентов появился. Есть такие специализации, как, скажем, инновационный менеджмент. Может быть, я скажу крамольную мысль, но, на мой взгляд, это достаточно такая, ну, может быть, конъюнктурная на данный момент специальность. Она очень хорошо звучит, инновационный менеджмент. И, как мне кажется, это специалист должен управлять определенной инновацией, и это штучный специалист. То есть, таких специалистов, возможно, не имеет смысла готовить в университете, но можно осуществить переподготовку в течение года на базе любых других экономических специальностей. То есть, мы добавляем определенных знаний и навыков в очень узкой сфере, и вот такой специалист будет готов. Но, как бы, это опыт рынка. То есть, есть какие-то выдержанные моменты и удачи, есть какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание в будущем. Ну, я где-то отчасти могу понять работодателей, потому что масса сомнений возникает. Во-первых, открытие новой специальности, нет опыта, скажем так, оценки уровня подготовленности этих специалистов. И что будет через 4-5 лет, то есть, насколько выйдет там действительно профессиональный, готовый специалист, никто не знает. Так ведь? Да. Вот, на ваш взгляд, наша система образования, вот на данный момент, в том виде, в котором она есть, насколько качественных специалистов мы готовим в целом, под широкого профиля, или в отдельно взятых узких каких-то направлениях? Я считаю, что у нас хорошая фундаментальная подготовка сохранилась. Вот, если мы сравниваем подготовку в Советском Союзе, скажем, и в странах рыночной экономики тогда, вот давно, вы, наверное, даже не помните это время. Так вот, у нас был такой специалист, он со знаниями энциклопедическими. То есть, он был достаточно широкопрофильный. Да, и ему нужно было время адаптироваться на предприятие, на производстве. За рубежом готовили специалиста узкого. То есть, он был уже изначально готов для работы в конкретной сфере деятельности. И последний год-два у него занимала реальная стажировка на том предприятии или в организации, где он будет работать. Так, может, это правильно? Может, нам тоже пора перейти на такие узкие специализации? Может быть, и правильно, но согласитесь, что сейчас мы ведь готовим уже не просто профессионала, а мы готовим человека, который должен думать над совершенствованием технологического процесса. Он не является, грубо скажу, приставкой к станку с программным обеспечением или к программе компьютерной. Да, есть и такие. Вот в сфере IT-технологии, например, есть программисты, которые занимаются в прикладной сфере. Они работают со стандартной программой 1С-бухгалтерия. И они помогают предприятиям внедрять эту программу и адаптировать ее к нуждам конкретным предприятиям. Но есть те, кто создает новый инновационный продукт IT-технологий. Поэтому, когда мы говорим именно о таких специалистах более высокого уровня, мне кажется, что мы не имеем права терять вот эту классическую подготовку. Вопрос, насколько она может быть широкой, наверное, нет. Это что-то, как, знаете, высокая мода. Так вот и здесь высокий уровень подготовки специалистов, он должен существовать в стране. Вот смотрите, я выскажу такую мысль. То есть, в моем понимании, человек, который получает высшее образование, он должен уметь мыслить глобально. Правильно? Он должен отслеживать все современные тенденции. Если мы говорим о перестроении производства на современную работу. Специалисты узкопрофильные, наверное, можно готовить узкопрофильных специалистов в специализированных учреждениях. Я имею в виду профтехучилища. То есть, не обязательно же высшее образование получать узкому специалисту. Вы согласны вообще с такой точки зрения? И вот ваше мнение, еще интересно, в каком разрезе доводилось слышать часто от знакомых, что в нашей стране слишком много вузов и слишком много выпускается специалистов с высшим образованием. Из-за этого оно обесценивается, потому что на рынке получается слишком много людей с этим образованием. И люди, в том числе, не могут устроиться на работу и по этой причине. То есть, вот ваша, как профессионаловая точка зрения, это так? Или, если не так, то опровергните? Ну, два вопроса, наверное. Начнем вот с того последнего, о котором вы сейчас говорили. Много ли у нас вузов? По рейтингу Республика Беларусь действительно занимает одно из ведущих мест в Европе по количеству студентов на 10 тысяч жителей. И плохо это или хорошо, ну, была такая мода коллекционировать дипломы. И когда я была ректором, я, наверное, все-таки была заинтересована в том, чтобы было студентов как можно больше. Поэтому, ну вот, кто-то получил техническое образование, пусть получит и экономическое, если ему это хочется. Кто-то с экономическим хотел еще усилить его юридическим. Пожалуйста. Но в конце концов приходит понимание того, что не только диплом является подтверждением твоих профессиональных способностей, но и то, что ты умеешь, знаешь, и то, какой у тебя опыт, и ты уже очень осознанно себя предлагаешь на рынке труда. Поэтому проблема есть. Давайте мы на второй вопрос ответим чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Уважаемая Анна Александровна, во-первых, очень приятно, что такие замечательные женщины представляют Гомельскую область в палате представителей. Хотелось бы вот относительно новых специальностей, о которых вы сказали. Высказать такое пожелание и предложение. Вы экономист по образованию. Сейчас современные средства коммуникации позволяют и в скайпе общаться, и использовать достижения компьютерные. Не стоит ли сделать специальность, которая бы называлась типа того, как экономика руководителей и политиков, чтобы люди могли экономить, не так часто летать, не так часто уставать, может быть, мы выступили бы с застрельщиками такой специальности, открыли бы ее где-нибудь в Гомельском вузе или в вашем, например, бывшем учреждении. Вот такой вопрос об эффективности работы политиков с точки зрения здоровья и финансов, и современных средств коммуникации. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, я думаю, давайте мы лучше создадим какой-то клуб по интересам, где сможем проводить дискуссии по проблемам экономики с политиками и совершенствовать подготовку IT в сфере коммуникации, IT-технологий для наших руководителей. Почему? Потому что, ну, вы сами понимаете, я вот глубоко убеждена, мы не можем в университете подготовить руководителя сразу. Занимались этим мы очень много. Отбирали на первом курсе тех, кто является формальным и неформальным лидером. Этих лидеров объединяли в группы. Они были как бы у нас, ну, вот такими звездными изначально, и не все вот это, ну, как, испытание... Не все выдерживали. И нам очень хотелось лучших отобрать в университете. И когда вчерашний выпускник приходил, и он, ну, просто не уважал студентов, к которым обращался, мы понимали, что здесь мы вот что-то, наверное, уже, ну, как бы переборщили. Почему? Потому что уж очень сразу изначально сказали человеку, что он лидер и руководитель. Кто такой руководитель? Это не тот, кто может заставить других работать. Это тот, кто понимает ответственность за принимаемые решения. Вот когда он созрел вот так социально, что он может взять ответственность за других людей, когда он может предоставить им рабочее место, когда он на вопрос, почему плохо работает предприятие, он не говорит, что виноват там главный инженер или еще кто-то, технолог, или вот пять рабочих. А он говорит, я виноват, я не досмотрел. Вот это, ну, на мой взгляд, все-таки проживается после определенного профессионального опыта. И поэтому, когда мы говорим о подготовке вот таких управленцев и политиков, то здесь, наверное, уже надо их готовить не конкретной специальностью, а системой семинаров специализированных и других форм. Ну, я думаю, в любом случае жизнь сама показывает, кто действительно является лидером, кто способен, кто не способен. Да, вот, например, у меня, когда я стала работать сейчас вот в палате представительно-профессиональной основе, появилась такая потребность в профессиональном знании иностранного языка. Потому что одно дело, когда у меня был просто разговорный английский язык, и я могла общаться, но понимая, что я плохо говорю на английском, меня понимают, но, тем не менее, сейчас, когда ты представляешь страну, стыдно говорить уже непрофессионально. Поэтому пришлось изучать. Хорошо, давайте вернемся к первому вопросу. Вот смотрите, не произошло ли у нас за последнее время, не произошел ли некоторый перекос в сторону количества высших учебных заведений? Мы не забыли про СУЗы, про училища? Мы не забыли про то среднее звено специалистов? Нет, про них мы не забыли, и это является реальным достижением Республики Беларусь, в том, что у нас сохранилось хорошее профессионально-техническое образование. И сейчас на рынке труда востребован специалист, который умеет конкретную работу выполнять своими руками, наверное, больше, чем тот, кто имеет несколько дипломов, пока и вот те классические академические знания, о которых я говорила, то есть у него есть знания, но нет навыков к их применению. Поэтому сейчас, ну, мне кажется, что вот и в сфере профессионально-технического образования больший спрос, и я знаю, СУЗы тоже обеспечивают набор студентов, учащихся, а вот ВУЗы испытывают демографическую яму, и это нормальный, естественный процесс. Общество выбирает, и мы все учебные заведения просто предоставили возможность обществу выбирать. Был спрос? Пожалуйста, получайте образование, но дальше как вы его будете использовать, и как вы в жизни... Ну вот давайте в развитии этой темы о том, насколько современны наши высшие учебные заведения. Посмотрим сюжет. Наши корреспонденты побывали в Белорусском торгово-экономическом университете «Потребительская кооперация» и узнали, как организована наша система образования, и самое главное, как она планирует видоизменяться со временем. Смотрим сюжет. «Потребительская кооперация» Тестирование, например. Ничего более оптимального по проверке знаний в Беларуси пока не придумано. Однако сами абитуриенты иной раз достаточно слабо представляют себе особенности будущей специальности и узнают о них только после подачи документов. Необходимо разработать оптимальные подходы. Конечно, общение с будущим студентом тоже очень важно, но оно уже происходит после того, как сданы определенные баллы, и после того, как студент приходит в приемную комиссию университета и ему подсказывают с учетом его навыков, с учетом его каких-то интересов ту специальность, в которой бы он себя мог хорошо проявить. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации учреждения во многих смыслах показательные. Те же информационные технологии, например, здесь внедрились среди первых в Беларуси. Причем сразу по нескольким направлениям, начиная от создания университетской библиотеки онлайн до создания сети дистанционного обучения. Теперь на некоторых специальностях учиться можно буквально не выходя из дома. Причем иностранные студенты даже экзамены могут сдавать, не приезжая в Беларусь. У студентов нашей страны такая возможность пока есть только у жителей Минска и Гродно. Однако в любом случае это удобно. На протяжении всего семестра учеба только дистанционно. Преподаватели могут общаться со студентами, которые находятся удаленно от них и отвечать в режиме реального времени на вопросы студентов. Вся необходимая информация находится на сайте дистанционного обучения. Там находятся все электронные курсы, материалы. И в течение семестра студент их изучает, набирает определенные свои баллы и выходит на уже текущую аттестацию с определенными результатами. Впрочем, кабинеты дистанционного обучения можно использовать еще и для проведения видеоконференций. В торгово-экономическом лекции непосредственно из Гомеля уже читали для студентов Великобритании, Турции, Таджикистана, Украины и России. Причем не только преподаватели, но и министры. Еще одна задача, поставленная на Пятом Всебелорусском народном собрании, это интеграция системы образования и производства. С одной стороны, это могут быть обучающие семинары для работников предприятий, какие в эти дни проводятся в Белорусском торгово-экономическом университете. С другой, реальная непоказушная практика на производстве. Сегодня ни для кого не секрет, что по разным причинам руководители заводов часто не хотят привлекать студентов для решения практических задач. В Белорусском торгово-экономическом эту задачу решили, хотя для этого понадобились годы. В этом нам очень помогают в первую очередь заказчики кадров. Это система потребительской кооперации Республики Беларусь. И мы очень многое делаем для создания филиалов, кафедр на различных предприятиях региона. У нас есть предприятия, с которыми мы традиционно работаем. Они принимают на практику наших студентов. Они осуществляют контроль за их практической деятельностью. Организуют экскурсии для студентов младших курсов. Они являются заказчиками по различной тематике, выполняемых студентами курсовых и дипломных работ. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Алла Александровна Наумчик. Алла Александровна, вот сюжет мы посмотрели. Я хочу оттолкнуться от последней фразы, которая там прозвучала, что многие руководители предприятий не очень хотят принимать выпускников, понимая, что они еще не готовы к решению производственных задач. Потребуется определенное время, пока они выйдут на какой-то уровень. При этом на Национальном собрании, на котором вы были, президент заострил на этом внимание, что надо наше образование и промышленность, экономику каким-то образом сблизить, что ли. Чтобы этот переход от студента к работнику, к специалисту высокого уровня, чтобы он проходил более плавно и более естественно. Мы не все, что видели по телевизору, что-то обсуждалось в куларах. Поделитесь своими впечатлениями по этой теме. И если есть что рассказать, расскажите, как мы в ближайшие пять лет будем решать эту проблему. Очень ярко глава государства сказал, что молодежь является главным стратегическим ресурсом страны. И, конечно, уделил внимание тому, что система образования очень много модернизировалась, но до сих пор мы как раз имеем определенный трамплин, толчок или промежуток между выпускником и специалистом. Мы очень четко это подметили. Поэтому, естественно, все задумались над тем, как все-таки преодолеть. И хочу сказать, что эта проблема решается уже не один год. Наработана определенная нормативная база по тому, чтобы те филиалы кафедр, о которых говорилось в сюжете, они были просто даже законодательно закреплены. Я не говорю, что это на уровне законов, но это закрепляется на уровне определенных инструкций и положений в Министерстве образования и соответствующих министерствах и ведомствах нашего реального сектора экономики. Предусмотрены определенные материальные вознаграждения руководителям практики от предприятия, руководителям таких филиалов, кафедр. Идет взаимодействие по предоставлению учебной нагрузки. То есть ведущие специалисты предприятий реально участвуют в учебном процессе. Вот это есть этап сближения. Многие вузы пошли немножко в другом направлении. То есть они к себе организовывают у себя опытное производство с тем, чтобы привлекать студентов непосредственно к реальному производственному процессу на предприятии. Я считаю, что это очень хорошие примеры. Такие примеры существуют, скажем, в Белготе, технический университет. Такой пробовал организовать опытное производство. И там студенты первых курсов выполняют простейшие какие-то работы по ремонту. Но это дает им возможность работать с металлом, я не знаю, другими материалами, с которыми потом они будут изучать. В курсе, скажем, сопротивления материалов уже предметно, теорию на практике. Ну и у них развиваются навыки исследователя и навыки конструктора. Очень интересный опыт, скажем, университетов, которые готовят будущих конструкторов машиностроения. Например, в Швеции они сразу в первый курс даются задания студенту. Он должен изобрести за все пять лет своей учебы или четыре года определенные средства передвижения. Не важно, что это будет. Это будет. Автомобиль на бензиновом топливе, электромобиль или еще что-то. Главное, чтобы это было движение. Ну и, естественно, каждому курсу дается определенное задание. То есть это будет эргономичный. С другой стороны, это будет экономичный. Третьему там задание самое быстрое и прочее. И вот они работают над этим, вначале изобретая передвижение, потом эргономику, потом дизайн и так далее. И здесь, получается, прикладной характер у них формируется изначально с первого курса. Также у нас на многих предприятиях или учебных заведениях, вот скажем, технологический университет, они точно так же. Сельхоз предприятия, они привлекают студентов с первого курса к непосредственной практике. Поэтому определенные наработки в этом плане есть. Как видится в будущем, в ближайшей перспективе? Ну, я предполагаю, что это должно быть не только сохранение вот этих лучших традиций и превращение филиалов кафедр в реальные опытные производства, где студенты чувствовали бы себя нужными и от них не отталкивались бы, но еще и создание определенных корпоративных систем подготовки. Вот посмотрите, если мы возьмем торговые сети, Евроопт, ГИПО, они готовят своих специалистов на предприятии, и это часто является коммерческой тайной. То, как они организовывают подготовку кадров у себя и не очень хотят делиться с этим другими. Но конкуренция тут. Конкуренция. И поэтому у Белорусского торгово-экономического университета здесь, наряду с этой классической подготовкой специалистов в сфере торговли, есть еще возможность зарабатывать и на таком рынке. В свое время, когда мы пытались вот такую, разговаривали с представителями торговых сетей, они сказали, нет, мы предполагаем лучше пригласить специалиста зарубежного, потому что у него другой менталитет восприятия. Вот я пробовала спорить. Почему? Потому что, когда создается торговый формат и требования определенные к организации торгово-технологического процесса, то здесь должен участвовать и ученый-исследователь. И когда он четко знает требования, он научит этому и тех, кто будет студент, либо это слушатели будут в факультете, это повышение квалификации. Поэтому в будущем не видится все-таки диверсификация разных форм подготовки именно с позиции профессионализма. Алла Александровна, давайте немножко сменим тему. Продолжение разговора про образование. Выпускник, работник, он для того, чтобы хорошо работал, должен иметь хорошее самочувствие, должен быть здоровым, полноценным гражданином своей страны. Об этом тоже шла речь на национальном собрании. Вот на Ваш взгляд, насколько важно держать себя в тонусе, не позволять вредным привычкам брать верх над собой? И какими, может быть, самыми примитивными упражнениями можно держать себя в порядке? Это Вы у меня спрашиваете как у специалиста по здоровому образу жизни. Я спрашиваю про Вашу точку зрения. То есть это действительно сейчас становится популярным? Это очень популярно среди молодежи. Это просто становится жизненной необходимостью для людей моего возраста. Почему? Потому что ритм жизни очень напряженный. И чтобы успеть за всем, нужно на самом деле держать себя в тонусе. Поэтому я не считаю себя специалистом в сфере здорового образа жизни. Но как не профи, далеко не профи, а такой человек, который просто обязан держать себя в тонусе, я понимаю, что нужно, во-первых, движение, во-вторых, отказ от вредных привычек, но самые простые способы жизни. И когда я однажды обсуждала здоровый образ жизни, мне сказали, вы знаете, для этого надо очень много денег. Я спросила, почему? Ну, потому что надо рациональное питание и прочее. Так вот, рациональное питание – это и есть простое питание. Это обычная овсяная каша по утрам. Кстати, при приеме на работу в Соединенных Штатах Америки у них есть такой специальный гарвардский степ-тест. То есть человек должен подняться по лестнице, сделать 100 шагов по ступеням, и если вот частота пульса у него сильно повысилась, он не проходит этот тест. Это тоже вот один из способов приема на работу. И то, что должны наши выпускники нарабатывать себе. Ну, то есть на Западе это поняли, да? Да. У нас приходит это понимание? Ну, мы обязаны будем прийти к этому пониманию. К сожалению, у нас сейчас, ну, не к сожалению, а просто у нас сейчас на первом месте профессиональные навыки. Но даже если мы возьмем вот сферу IT-технологий, то у них обязательные корпоративы какие? Выездные и очень активные. И обязательное посещение, скажем, бассейна или тренажерного зала. Аквапарк. Да, аквапарк. Или еще какие-то там, ну, скажем, обязательные занятия, ну, активными играми, спортивными, волейбол, хоккей и прочее. Это входит просто в норму вот именно профессиональной сферы. Ну, вот вашу точку зрения мы услышали на вопрос, что такое для вас здоровый образ жизни. С таким же вопросом мы вышли на улицу Гомеля и опросили наших жителей. Давайте посмотрим соцопрос. Ну, вот, к сожалению, с велодорожками у нас пока, к сожалению, проблемы. Часто бывают инциденты с сотрудниками ГАИ. Они не разрешают двигаться по дороге, а тротуары, к сожалению, не везде в городе позволяют двигаться велосипедистам. Большие, очень высокие, значит, бордюры не позволяют переезжать на велосипеде. Вот есть такая проблема. Не пить, не курить. Уважать себя, людей и родную Беларусь. Каждый для себя решает, нужно ему здорово. Конечно, нужно. Я, например, делаю зарядку каждый день. Питаюсь, стараюсь правильно. Ну, стараюсь, чтобы ребенку полезно давать. И себе тоже. Здоровый образ жизни – это спорт, движение. Что еще может? Здоровое питание. Следить за собой, заниматься спортом, питаться нормально, правильно питаться. Не употреблять наркотики, не курить, не пить. Получается, продерживаться такого образа жизни? Да, конечно. Мы занимаемся спортом. Я не курю, не пью вино по праздникам только, и то в маленьком количестве. А спортом получается заниматься? Скажем, занимаюсь, но с прерыванием. Ну, допустим, позанимаюсь неделю, потом могу месяц не заниматься, могу месяц заниматься, неделю не заниматься. По-разному, как получается. Заниматься спортом по возможности, кто по состоянию здоровья, может, кто плавание, кто бег, кто ходьба. Вот, я так считаю. И больше двигаться, быть в движении. Движение – это жизнь. В первую очередь, это правильное питание. Правильное питание – это что? Это определенное количество полезных веществ в день, в сутки, которые ты употребляешь. Кушаем часто, понемногу кушаем определенные продукты, белки, жиры и углеводы. Вот. Как только ты это начинаешь понимать, начинаешь к этому привыкать, вырабатывается огромнейшее количество энергии, высвобождается просто из организма. Эту энергию потом тратим на спорт. Как выход этого всего, отказ от вредных привычек, курение, алкоголь, все такое прочее. И все замечательно. Александр, я вот обратил внимание, что молодые люди, которые практически не употребляют спиртное, имеют мало вредных привычках и ведут здоровый образ жизни, они, как правило, и более успешны по жизни. У нас вот президент на национальном собрании обратил внимание на то, вы в начале передачи об этом говорили, что молодежь – это наше главное достояние. На ваш взгляд, все ли в нашей стране делается для поддержки талантливой молодежи? Я же так понимаю, все равно какие-то проблемные сферы, они остаются. Вот на что надо направить дополнительные усилия, чтобы ближайшие пять лет стало еще лучше? У нас много сделано для поддержки талантливой молодежи. Это и фонды, которые материально стимулируют талантливую молодежь во всех сферах. Это стипендиальный фонд президента Республики Беларусь, это стипендиальные фонды председателей областных исполнительных комитетов. Я знаю, что многие министерства утверждают такие специальные фонды. Даже многие вузы имеют именные стипендии знаменитых ученых, которые работали в этом вузе. Это все прекрасно и хорошо. Кроме этого, у нас много конкурсов проводится. Это и лучший по профессии, лучший бухгалтер, номинации. Это я говорю в своей узкопрофессиональной сфере. И знаю, что очень много замечательных молодых людей в разных сферах работают. И те, кто любит Республику Беларусь, те, кто готов работать на нее. Есть проблемы. Да, на самом деле. Какие проблемы? Проблемы, может быть, первого рабочего места. Достаточно сложно найти такое рабочее место, которое бы было с высокой заработной платой, материально удовлетворяло и морально. Почему? Потому что пока еще человек не очень профессионален. И, естественно, ему надо время для того, чтобы наработать свой профессионализм. Может быть, у нас есть законодательно определенные такие рамки, когда мы устанавливаем квалификационные категории при определенном стаже работы. То есть через три года повышается категория и так далее. Но у предприятий есть возможность менять эти рамки. То есть если очень талантливый человек, и он виден и заметен сразу, то такая возможность имеется, потому что квалификация присваивается уже на предприятие. Так, может быть, это неправильно? Может быть, надо присваивать не через 3-5 лет, а при выполнении определенных производственных задач? Возможно, вы правы. То есть нужны критерии какие-то оценочные, а не обязательно вот этот интервал временной, стандартный. Кроме того, сейчас в высшее образование Республики Беларусь подписано Болонское соглашение. И внедряется Болонский процесс у нас в систему высшего образования Республики Беларусь. Очень много дискуссий об этом. Что это такое? Много европейских вузов, объединившись, решили создать такое консорциум или общество, где все вузы объединяются, и есть возможность мобильно студентам общаться друг с другом. Поэтому я думаю, что возможности для молодых людей расширятся с тем, чтобы можно было приложить на рынке труда Европы свои способности. Спасибо большое за интересную беседу. На этом все. Вы смотрели программу «Диалог». В студии работал для вас Евгений Побловец. Берегите себя. Увидимся через неделю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин